По статистике, в Бресте порядка полутора тысяч несовершеннолетних школьников участвуют во временной трудовой занятости в свободное от учёбы время. Работа в колл-центре, на аттракционах в городском парке или, например, в качестве официантов в кафе – вполне по силам старшекласснику. Интересно, как первый опыт, возможность расширить круг общения, почувствовать независимость от родителей и заработать деньги своим трудом. Вообще трудоустраиваться на работу можно с 14 лет. Единственное условие с 14 до 16 лет – нужно письменное согласие одного из родителей. После 16 лет решение о трудоустройстве молодой человек принимает самостоятельно. И ещё хочу сказать, что у нас на период летних каникул управление по труду создаёт отдельную базу вакансий, помимо существующих, а всего это в базе вакансий в настоящее время в городе, 3300 вакансий, 350 безработных на учёте состоит, то есть работы хватает всем пока. Но мы для несовершеннолетних – отдельный банк вакансий, который поддерживается в режиме реального времени. Баннер этого банка вакансий выведен на сайт горисполкома и на портале государственной службы занятости. В этом году, чтобы привлечь как можно больше желающих и предоставить им возможность напрямую пообщаться с потенциальными работодателями, Управление по труду организовало первую молодёжную ярмарку вакансий, на которую были приглашены представители-наниматели различных организаций и предприятий города. В первый же день мероприятия посетили порядка трёх сотен ребят, а также их родителей. Заявлено было 21 предприятие сегодня и завтра ещё дополнительно 15 из числа предприятий города, где уже будут ориентированы на более старшие выпускников вузов и СУЗов. Поэтому, наверное, это хорошо, и эту практику надо продолжать и поддерживать будем, потому что она актуальна. Единственное, что масштабы, вы видите, мы где-то передислоцируем на те места, где будет более, так скажем, удобно и комфортно для того, чтобы разместить большее количество предприятий, потому что заявок действительно много. Большим интересом у молодёжи пользовались предложения предприятий торговли и сферы обслуживания. Тем более, что выбрать можно было из нескольких интересных вариантов. Большим спросом пользовались консультации представителей «Санта Ритейл» и «Санта Бремор». Брестского рынка, парка культуры и отдыха. БРСМ предлагали задействовать себя в студотрядах. Найти работу мог каждый, было бы желание. Наша цель – это привлечение новых специалистов, в частности, молодых специалистов. Интерес очень большой, особенно большой интерес у выпускников в школу, у студентов, которые хотят подработать, в частности, летом. Начиная с 16 лет, можем предложить вакансии подсобные рабочие. Они оказывают помощь продавцам в магазинах, то есть, в основном, выкладка товаров. Они работают не полный рабочий день, так как разрешают законодательство. И летом, соответственно, могут уже неплохо подработать на свои какие-то нужды или помочь родителям. Также мы предлагаем уже вакансии для 18-летних или у тех, у кого есть образование, или обучаются в вузах или в колледжах. Мы сейчас ищем в нашу дружную компанию члены бригады ресторана, также может быть ночной рабочий и хостес. Член бригады ресторана, там будет входить несколько позиций, на которые ребята обучаются постепенно, то есть, за ним закреплен тренер, и он их обучает потихоньку. Там будет зал, кухня, панера, либо станция сбора. Немаловажный, а, возможно, и главный фактор – достойная оплата. Сегодня учащимся в зависимости от условий труда в среднем готовы предложить зарплату от 500 до 800 белорусских рублей. Вакансии тут разнообразные, ну и заработок можно найти, в принципе, по душе. Вот. Главная проблема, наверное, возраст. Я не хочу зависеть от родителей, мне нужен заработок. Потому что, ну, семья многодетная, как бы, и вот, мне стыдно просить денег. Предложений очень много хороших. Мы уже присмотрели, мы на Санту, раскладчиками товаров. Вот. Посмотрели еще Брестское мороженое. Ну, очень много хороших вакансий, только не все доступны для нашего возраста. Ярмарку в этот день посетили более трех сотен учащихся. Свои контакты работодателям оставили почти две сотни человек. Стоит отметить, что только в рамках государственной программы «Рынок труда и содействие занятости» на текущий год предусмотрено трудоустройство 1300 представителей учащейся молодежи в Бресте. На эти цели из бюджета выделено 500 тысяч белорусских рублей. Ну, а ярмарка на этом не завершилась. О втором ее дне для выпускников учебных заведений расскажем в следующих выпусках. Субтитры создавал DimaTorzok